Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Мой любимый человек попросил заказать браслет. Бесконечная любовь от него в подарок я заказал и оплатил, а через неделю мы поссорились и расстались. Я пишу, что не нужно отдавать мне за браслет деньги, ведь мы расстались. Он мне отвечает, да, он тоже так решил, что отдавать деньги не будет, так как он в этот браслет вкладывал душу, особенно в значение бесконечная любовь. А так как мы расстались, то больше это не имеет никакого значения, значит, что уже подарок не от него. Мне обидно, вроде сама сказала, что нужно отдавать за него деньги, только вот не думала, что он это все поддержит и видит такое. Говорил еще вчера, что любит, и как расстались, и любовь прошла сразу. Может, я рассмышляю неправильно? Давайте уточним. В чем именно вы рассмышляете неправильно? И как это, ну, размышлять неправильно? Что это значит? Вот. Как именно вы размышляете? То есть вы размышляете так, что... Вы пишете человеку, что браслет отдавать не надо. Ой, деньги не надо отдавать за браслет вам. Вот. Но при этом ждете, что молодой человек... Вас переубедит. Вот. Ну, собственно, то, что мой коллега, Кудрышов Игорь, Леонидович, сказал вам. Ну, вот. Если в этом смысле размышляете ли вы неправильно, то это скорее не про размышления больше, а это скорее про... подмену понятий. То есть, ну, одно подменяется другим немножко. Надеюсь, в этом смысле. Вот. То есть вы... Как бы... Говорите одно. Вот. А на самом деле думаете другое. Вот. Вам обидно? Вы... Значит, говорите, да не, не отдавай деньги, ты что? Все в порядке. Вот. То есть... Что здесь происходит? Здесь происходит неконкурентность. Да? То есть... Не соответствия тому, что... С вами происходит... На уровне чувств. Тому, что вы... По сути пишете... Ну, по сути, говорите человеку. Вот. Вот это да, в этом смысле, если вот мы говорим... Как-то об этом, вот да, в этом смысле, действительно, это... Не то, что неправильно, а скорее... А... Такая... 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 Очень... А... Ну... Деструктивная... А... А... Позиция для вас. Вот. Вот. Неудовлетворительная позиция для вас. Вот. Я бы так... Я бы так сказал. В этом смысле, да. Это верно. Вот. Вот. Но... Есть... Другой момент. Есть... Момент ещё... А... Ваших ценностей. Как бы. То есть, если вы... Ну... Если вы считаете, что человек должен вам обдать деньги, то... Почему-то вы ему об этом не сказали. Вот. И... Честно говоря, единственная причина, по которой мне видится, вы могли ему об этом не сказать, это... А... Желание быть какой-то... Ну... Не знаю... Хорошее. Желание быть какой-то... Правильное. Желание быть... Вот. Может быть... Ну... Не... Неуязвимой. Вот. То есть, вот это, если честно, мне больше приходит в голову. А... Ну... Опять же... Опираясь, да, на то, что вы вот... Описываете. То есть, это вот некое такое... Некий такой страх быть... Ну... Какое-то вот, не знаю, неправильное, да. Какое-то, может быть, меркантильное и так далее. То есть, какой-то не такой, который бы... Вас... Ну, грубо говоря, осудили. Осудили бы, да. То есть, какой-то... 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 Ну... Если это на самом деле так. Вот. То с этим, да. С этим, конечно, нужно работать. Работать, работать отдельно. Потому что... Это... Проблема, это... Может быть... Довольно... Серьезная проблема. Которая вам, ну, вообще, может мешать. Не мешать. Не мешать. Вот. Она вам может мешать очень сильно. По жизни. Вот. А... Дальше, значит... Что касается... Самой... Ситуации. Которая... Произошла. То... Расставание. Ну, вот. В любом случае, расставание, это... Трама. Психологическая трава. Эээ... Психологическая трава. И вам и на праздниче. Вот. Вот. Обиды, которые вы чувствуете, тоже можно... Можно прожить. То есть, именно, вот, проживать... Эээ... Свои чувства во мне. Мы хотим, чтобы... Эээ... Трама не... Эээ... Давляла над вами. Чтобы она не... Эээ... Присутствовала в вашей жизни. После того, как ситуация завершилась бы. Эээ... Эээ... И... Чтобы вы могли двигаться вперёд. Вот. Дальше. Вот. А не... Застряли бы... Вот... В... Ну, в этом... Эээ... Состоянии, да? Не застряли бы в этих обидах и так далее. Ну, например, как молодой человек, который вот, в принципе, ну... Допустим, уже двигается вперёд. А вы и нет. Да? Вот. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Такая вот история. Это могло бы... Ну, проживание ваших чувств могло бы помочь вам... Эээ... Обнаружить... Эээ... Свои ошибки... В... Поведении, которые вы... Эээ... Допустили в отношениях. А... Говоря о ошибке, ну... Я имею ввиду, здесь, пожалуй, исключительно столько... Эээ... Ну, вот эту вот самую неконгруентность, когда... А... Вы не говорите... Эээ... То, что вас, например, беспокоит, да? То есть, когда вы... Ну, по сути скрываете какие-то свои... Эмоции. Скрываете какие-то свои переживания. Вот. И в итоге ничего хорошего из этого вообще не происходит, не происходит, не получается, да? И произойти получиться не может. Ну... Поэтому это... Эээ... Обязательно нужно учить... Нужно... Эээ... Учитывать, и обязательно нужно... Эээ... С этим, конечно, уже... Работать. Эээ... На мой... На мой взгляд, по крайней мере. С точки зрения... Эээ... Ну... С точки зрения психологии, с точки зрения... Эээ... Эээ... Психотерапии. И так далее. Вот. Как-то так. То есть, оценивать вас никто не будет. Это было бы неправильно. Оценивать. На этом всё. Эээ... Я надеюсь, что... Вам это было... Полезно и интересно. Я... Желаю вам... Эээ... Всего самого доброго. Эээ... У... Эээ... Я... Буду благодарен... Эээ... Вам... За... Обратную связь... Эээ... По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Эээ... Желаю вам... Всего доброго и... Вступающим.